ребят всем привет вы на канале римовит и в данном видео предстоит заштукатурить откосы поставить наружные углы оконный примыкающий профиль все по порядку имеем вот такой откос блок как видим не идеально ровно он у меня отпилен если такие моменты есть два вида оформления есть утепленный откос оконный либо дверной либо оштукатуренный что такое утепленный откос это когда к оконному или дверному откосу приклеивается пеноплекс либо пенопласт на клей затем клеится сетка и штукатурится такой вариант хорошо когда у вас основание откоса практически идеально ровно потому что если у вас откос кривой как в моем случае вот такие учили недопустимы вот пеноплексом будет мостики холода вариант либо здесь просто брать сейчас штукатурить делать минимальный слой штукатурки делать плоскость все и приклеивать этот пенопласт но я не вижу в этом смысла потому что штукатурка все-таки намного мне кажется лучше чем этот пенопласт фасад дома все равно будет утепляться соответственно тепло никуда уходить не будет и все будет отлично также есть вариант оформления оконных откосов гипсокартоном гипсокартон приклеивается также на специальный клей к откосу по уровню все но этот вариант меня вообще смущает так как в местах примыкания гипсокартона кроме всегда будет трещина и будет он всегда мокрый сейчас надо обрезать пену всю плоскость рамы и начнем подготавливать откос к установке оконного примыкающего профиля он будет крепиться сюда и уголка для мокрых штукатурок погнали а Оформлять оконный откос я буду вот такими специальными оконными примыкающими профилями, что он из себя представляет. Сетка, вот так вот будет. Сетка, в которой будет налепливаться штукатурка к откосу. Затем задняя сторона имеет вот такое вот клеющееся основание. Снимается вот эта вот вещь и приклеивается к окну. Давайте я покажу на примере. Представим, что это у нас откос. Отклеиваем и приклеиваем ее к откосу. Вот так вот это выглядит. Вот эта часть от ребра является маяком. Когда накидывается штукатурка, по этому ребру жесткости идет правило. Стягивается штукатурка. Дальше. Здесь есть такая специальная защитная еще вещь. Здесь тоже есть клеющаяся такая пленочка. Она вот так вот отклеивается. Клеющаяся лента здесь. Сюда можно на момент штукатурных работ приклеить любую пленку, чтобы не выпачкать окно. После всех работ, а именно штукатурных малярных работ, по концовке вот эта часть удаляется. Вот она удаляется вот так. И в итоге мы получаем красивое примыкание за счет того, что здесь резинка, которая является своеобразным демпфером. И в углу, именно в этом месте, не появится никаких трещин. Потому что будь то штукатурка, будь то гипсокартон с пластиком, они не дружат. И рано или поздно в этом месте появляется трещина. Ее можно, конечно, замазать силиконом. Но придумали вот такие интересные профиля. Сейчас смонтирую. И будет по красоте. Это что касается примыкания к раме. Наружный угол я буду оформлять уголком для мокрых штукатурок. Так как у него вот это ребро очень жесткое. И он является своеобразным маяком. Все. Сейчас ставлю лазер. Выставляю оконный профиль. Профиль буду выставлять по краю раны. Это будет выглядеть так вот. Выставлю сейчас уровень. И начинаю клеить. Так, чтобы поставить наружный угол, лазер идет по границе штукатурки. Вот эта граница штукатурки будет получается. Если отштукатурить сейчас по лазеру, то получится, что откос будет прямой. Я его хочу сделать развернутым. Поэтому от линии отступаю один сантиметр. Делаю метку здесь. Лазер переставляю к этой метке. И, соответственно, у меня откос получается с рассветом. Вот такой вот спокойный он будет. Устанавливаем штукатурный уголок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Устанавливаем штукатурный уголок. Так это выглядит. Как это все работает? Накидываем штукатурку. За счет того, что вот здесь, я говорил, есть ребро. Вот оно. Вот это вот и есть маяк. Он жесткий. И любым правилом мы стягиваем. Вот таким образом. Субтитры сделал DimaTorzok Как я делал откос плоской стены. У меня есть маяк раз. Маяк два. Ставил длинное правило. Раз, два. И по нему я уже выставлял угол. Этот, соответственно, и этот. Вот откос готов. Вот так он выглядит. Штукатуренный. Все четко. Плоскость, уровень. Дальше штукатурятся основные стены. Ребята, момент по поводу установки уголков для мокрых штукатурок на откос. Желательно их устанавливать на гипсовую штукатурку. Так как всегда на откосах, будь то дверной, либо оконный, слои довольно-таки большие. И выставить на цементную штукатурку будет довольно-таки проблемно. Поэтому гипсовая штукатурка выставляете. Ну, а дальше уже тут выбираете, чем штукатурить откосы. Либо это гипсовая штукатурка, либо цементная штукатурка. Вот на сегодня все. Спасибо большое всем тем, кто досмотрел видео до конца. Ставим палец вверх, если понравилось данное видео. Нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А также оставляйте ваши комментарии. Мне интереснее их читать и на них отвечать. Всем до скорых встреч. Всем пока.